Эта история произошла давно, но до сих пор не дают мне покоя. Тогда мне было 12 лет, и было сложно понять всю глупость и самоотверженность этого поступка. Но сейчас, спустя два десятилетия, когда я опознала радости за мужество и материнство, возникает все больше вопросов, которые уже некому задать. Марию похоронили последней из пяти сестер 10 лет назад. Как и все дети, я часто проводила каникулы у бабушки. Бабушка уже тогда сильно болела и почти не выходила из дома. Я бегала по ее поручению в ближайший магазин за хлебом и кефиром, но мясо и овощи нужно было покупать на рынке. И ей их привозила младшая сестра Мария. Однажды я напросилась вместе с бабушкой Машей, как я ее называла, с одной стороны, из чувства долга, потому что она была пожилая. Ей было тяжело нести огромные сумки, а с другой стороны, из любопытства. Очень хотелось побывать на рынке. И она взяла меня с собой. На обратной дороге мы остановились передохнуть на лавочке. Не помню с чего, но я вдруг спросила, «Баба Маша, а почему у тебя нет детей и мужа?» Она внимательно посмотрела на меня, словно оценивая, стоит ли рассказывать, пойму ли я, а потом произнесла, «Я расскажу тебе, чтобы ты всегда ценила своих родных, свою жизнь и тот хлеб, который ешь каждый день. Ты же знаешь, что нас было пятеро сестер. Твоя бабушка была старшей, и в тот год, когда началась война, ей было чуть больше лет, чем тебе сейчас. А мне было три года. Папа сразу ушел на войну, и мы остались с мамой, совсем одни. Родственники все остались на Украине. Жили мы тяжело. Мама и две старшие сестры работали. Мы были на домашнем хозяйстве. Весь урожай же тогда отправляли на фронт. Есть было совсем нечего. Сложно это были времена для всех. Я была совсем мало, ничего не понимала и всегда хотела есть. Хлеб нам выдавали по талонам. Это был такой маленький кусочек в день, что насытиться им невозможно. Я проглатывала его за один миг и очень хотела еще. Баба Маша остановилась и замолчала. Я заметила, что у нее дрожат руки. Мне почему-то стало очень тревожно и холодно, хотя на дворе был жаркий июнь. Чем дольше намолчала, тем страшнее мне становилось. И очень хотелось попросить ее предложить рассказ, но голос комом застрял у меня в горле. Мама нас строго воспитывала. Наконец, продолжила она. Каждой отмерялся одинаковый кусочек хлеба. И делиться с другими не разрешалось. На самом деле, делиться со мной я была самая младшая, и все пытались отдать мне самый вкусный кусочек. Она всегда это пресекала. И вот старшие три сестры приспособились и прятали четвертинки своих порций в карман. А потом, когда мама не видела, отдавала их нам. Мне два кусочка, а Ниночке один. Она была старше меня на два года. Так было всю войну. Знаешь, я только потом поняла, чего им это стоило. Голодным, уставшим отрывать этот драгоценный кусочек от себя. И старалась отблагодарить, как могла. Но они только отмахивались. Говорили, что очень боялись, что я не выживу. Такая я была слабенькая и худенькая. Очень меня любили. По щекам бабы Маша текли слезы. И по моим тоже. Я вспомнил, как хитростью отпирала младшая сестры шоколадку. И жгучий стыд опалил меня. В молодости у меня было много поклонников. Ты не смотри это. Сейчас я старая и морщинистая. А тогда я была красавицей. С тугой косой до пояса. И сверкающими синими глазами. Но я решила, что не могу потратить свою жизнь, подаренную мне сестрами, на чужого человека. И взяла на себя сначала заботу о матери. Отца, как ты знаешь, убила на фронте. А потом я помогала сестрам. Сидела с их детьми. Пока они доучивались в вечерней школе. Забирала детей из сада. Ну, в общем, ты знаешь. Твоя мама у меня как-то год жила, пока бабушка твоя на вахте была. И ни разу я не пожалела о своем решении. Дети у меня... Это дети моих сестер. Ну, а муж... Можно я без него счастливо прожить? В тот вечер я впервые съела весь суп из своей тарелки и весь хлеб, который положила мне бабушка. Ни разу больше я не выливала тайком нелюбимые щи в раковину. И никогда не отнимала младшей сестры сладости. Автор Мария Скиба.